друзья всем привет меня зовут сергей и четыре месяца назад я переехал из дальнего востока хабаровска в ростов-на-дону и сегодня я хочу вам рассказать свои впечатления за эти четыре месяца слушайте и не переключайтесь здесь должна быть крутая заставка но у меня ее нет смотрим видео могу сказать за эти четыре месяца мне все нравится я не придумал возвращаться сейчас дождь я даже рад дождю потому что его не было было то солнце то солнце с ветром обычно уже постоянно плюс 20 20 и так в шортах гоняю мне нормально люди приходят ну бывает вечером я выйду в шортах кто-то мне скажет вам не холодно молодой человек нет мне не холодно я с дальнего востока это я еще тепло оделся что я шортах и футбол короче что еще можно сказать скоро буду платить за коммунальную услугу и вот об этом тоже скажу сколько там у меня получится я уже получается месяц качуюсь здесь в этом жека мне лично все все нравится вот реально вот вот если чисто по-человечески сказать вот без вот этих там замеров смеров сравнений вот этих всех которые там делают я не знаю просто как человек вот лично то что было в хабаровске то что здесь это два это один ну и тот же мир но только один большой а второй маленький и которые 2 нет 1 хабаровск ему еще нужно расти и развиваться до того чтобы быть ростов понимаете вот здесь все больше здесь всего больше здесь больше работы а вообще ну то есть заходишь в магазин всегда есть фрукты там яблоки бананы то есть все есть продукты даже вот зимой мы покупали банану там по 80 по 90 рублей зимой бананы или там я помню всегда там были там всегда были эти груши киви зимой ну как бы все есть все есть когда вот так в хабаровске летом вот тут есть так зимой вот и все не очень дорого стоит просто я не помню я не покупал там типа фрукты клубника клубника вот единственное из фруктов что я тут ел это клубника наверное вот здесь дал понимание что я думаю что вот здесь везут допустим из разных стран или или где-то я это но рядом что-то выращивают привозят а хабаровск вот все везут с китая там все все будет китайская продукты эти овощи и фрукты и вот опять же это плюс к ростову что очень лучше всегда есть вот этот зелень фрукты там овощи это плюс в принципе это же очень важно и вот это есть и по мне нравится что вот вот интересно в ростове тополя посажены в центре в общем в городе вот я не знаю что мы будем это смотреть потому что в хабаровске по всему городу а тополя и потом тополин и пух этот везде не знаю ну мне понравится какие здесь эти какая здесь растительность в городе в городе в центре очень цен центральные улицы все ухоженные чистые партии не могу сказать что парки чем-то лучше чем хабаровск обычные парки обычные парки да в цветочки есть да красиво все все прикольно набережная здесь меньше чем 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 хабаровске в хабаровске на там вообще гигантская просто а это но она гигантская и оттого она пустая потому что там просто идешь ты там 500 километров доходишь там немножко что то есть там есть как бы набережная все вот а тут как бы набережная сколько она идет а я там себя вовсе это внизу брал поскольку она здесь идет набережная тут везде есть там какие-то нет ну как это же какая-то живность люди ходят допустим вот на самой прям набережные прям в ее центре в эпицентре там очень много заведений кафе кафе на кафе рестораны я такого не виделся так было на набережной хабаровске такого нет здесь есть да вот это большой плюс потому что здесь тепло и из-за этого я думаю что здесь больше фастфудов ных ну заведений открывается как бы как это так назвать что здесь возможно покупают люди чаще из-за того что сезон дольше идет наверное не знаю вот еще можно сказать например молочка я уже заговорил уже очень много раз но это прям заметный заметный плюс в сторону ростова поэтому я об этом и говорю молоко и молочные продукты здесь в основном из натурального цельного молока почти все а хабаровске все в основном вот молоко там твороги все с восстановленным молоко ну про отворок я не знаю вот про молоко точно восстановленным молоко восстановленное да которое сухое порошок а здесь она везде в составе прописано цельное ну бывают там где-то и допустим цельное нормализованное там и восстановленное чуть-чуть в конце вот по поводу погоды погода здесь мне нравится намного больше чем в хабаровске потому что здесь тепло здесь вин нет феврале где-то в середине февраля может быть даже раньше я уже точно не помню уже трава вылезла вот сейчас допустим сейчас май 18 мая вот у нас просто сейчас в дождь идет дождь впервые вообще наверное за несколько недель типа там был еще дождь какое-то время тоже эти что-то там один день вроде был дождь я в основном солнце в основном солнечный я не знаю мне говорили что ростов не солнечный ну не знаю вот допустим сейчас уже идет время к лету до сад достаточно много солнца хотя еще даже не лето а солнце как бы много то есть как не день то у меня солнце бывает конечно и тучки вот так сейчас вон они . вот ну я лично замечаю что больше солнца за сколько это четыре месяца я здесь нахожусь солнца больше ветер есть согласен вот тут говорили про ветер да у есть ну блин хабаровске он тоже есть я пробил по своим по своим каналам с родителями это и но общаемся я общаюсь и говорят что в хабаровске тоже свет ветер он везде есть здесь я не могу сказать что он прям час он просто есть как и в любом городе конечно здесь теплей в разы это меня не может не радовать также здесь близко все курорты российские да например сочи там анапа все очень рядом все очень недорого стоит все приехать туда же можно на автобусе приехать в сочи или в анапу ну там поле это аналитричка или автобус что-то вроде такой есть вроде бы ходит вот поиск вроде тоже ходит то есть не знаю в каких ценах на одном дыхании с вами просто разговариваем не знаю в каких это ценах но сочи вроде бы или анапа 2000 что-то было против в одну сторону не помню точно вот примерно вот в таких суммах наверно ну ростовчане меня поправит конечно сейчас потому что они то знают побольше я просто не смотрел ближе к ко всей ко всей россии понимаете то есть можно погулять по россии покататься прикольно даже на машине вот если у вас есть машина вы можете покататься по россии здесь очень много городов можно посетить живя в ростове если у вас есть возможность там понимание что вы сможете тут жить допустим если есть желание если вы понимаете что вы приедете вы сможете тут как бы жить типа у вас будет какой-то доход там вы сможете купить квартиру там есть можете приезжать смело мне кажется ростов не хуже чем хабаровск это сто процентов даже лучше по всем своим географическим показателям и жизненным жизненным намного вот больше тут понимаете здесь вот не знаю вот когда-то когда переезжаешь типа какой-то в новый город мне кажется что люди думают что как вот новый город он он же новый и он другой и вот там люди другие там все другое хотя это допустим только одна ну хотя это но одна и та же сторона россия это подумал типа я вот приеду и как тут и чудо и а чё я тут буду делать ростов я приехал погулял по разговаривал с людьми тут уже познакомился с людьми дружу же такая вам скажу такая же россия как везде люди классные ну мне попадались классные да везде господи как это все везде есть везде есть дебилы и везде есть нормальные люди вот как вот в вашем городе поверьте в вашем городе есть нормальные нормальные люди есть дебилы здесь тоже самое просто возможно здесь дебилов больше потому что здесь миллион миллион жителей да а вашему возможно городе меньше жителей или больше то есть вот ростов очень хороший вариант например как минимум хотя бы потому что это а не значит потому потому что потому что здесь прикольно здесь как-то вот я приехал и за три месяца я уже практически выучил центр хожу туда-сюда уже сам без карты без гугла сам хожу люди вроде приятливые добрые вокруг как бы люди все живут свою жизнь ребят кому вы нужны любые города приедете по барабану всем друг на друга все живут свою жизнь общаются помогают если надо то есть ну как бы обычная жизнь то есть лично прям вот глобально по менталитету или там чему-то не изменилось ничего хабаровская в ростове менталитет все то же самое лично по моему мнению россия я повторюсь она в основном везде одинаково я думаю везде одинаково блин это одна страна мы все люди живем в одной стране и допустим и хабаровск и ростов по менталитету не отличается по моему мнению потому что я же здесь как по четыре месяца нахожусь я же вижу что все очень похоже все тут то же самое даже на 9 мая там вот парады эти все кружки все чтобы все то же самое то же самое все пока ты вот и все делается то же самое правительство работает также мне кажется все одинаковое то что здесь типа коррупции больше там вот я помню мне писали в комментариях тут в ростове коррупция огромная господи каком городе нету коррупции на везде эта коррупция просто везде она везде есть в любом городе куда ни ткни ее там полно ростов ничем не хуже не лучше то есть тут везде все есть нужно понимать вот чё по поводу жилья в жилье тут можно купить новостройки тут очень много новостроек он даже на у просто идешь по центру их там полно весну строится и можно прям звонить что-то там вот допустим сайт циан на циане можете посмотреть новостройки или квартиры вот или можно в агентство позвонить вот вальтаир где я снимал квартиру но я как бы нашел на авито эту квартиру просто там риэлтор она салтаира ну типа как проверенная живот снял меня типа никто не кинул если вдруг кто-то будет покупать принципе вот логично можно туда обратиться меня никто не кинул вот и можно я думаю смотрел там если за за центром ростова вот там тоже делают строят квартиры жилье строят квартиры и там допустим я смотрел там 2 800 студии там или может меньше есть может быть больше везде по-разному в центре в хорошем допустим где-то строят хороший жк в центре он может стоить там студия там 6 миллионов там 5 4 миллиона нужно все смотреть вот допустим циан или в интернете прям вбивать допустим новостройки там ростов и смотреть вот или позвонить какой-нибудь там какой-нибудь агентство да ну спросите вот пока что я какое знаю это вот это все могу сказать вот что вот принципе туда можно позвонить вот еще можно сказать 5 секунд я отдохну чисто на это на живое ну как разговариваю с нами как есть так чисто а по поводу фруктов давайте говорим фрукты о фрукты здесь клубника 200 рублей килограмм вот в мае в мае восемнадцатого два дня назад может 16 мая я покупал клубнику за 200 рублей рублей килограмм большая клубника очень большая вкусная клубника говорят что скоро будет она еще вкуснее еще слаще где-то вот ну в начале лета потом что тут фрукты тут по здесь всегда фрукты есть фрукты и овощи всегда есть например в хабаровске вот как у нас вот зима начиналась ты хрен найдешь нормальный помидор вкусный вот он либо китайский какой-нибудь но как бы он либо китайский либо он китайский то там все китайское хабаровске все фрукты и овощи почти что почти все китайское есть там есть турция там дорогое турции это шик шик вот здесь я вот сколько здесь жил четыре месяца вот я жил где где возле пушкинской как возле пушкинской вот этот кировский ну на термана кто сможет смотрит меня знает на термана я жил там в пятерочке там в кирке в кирке вот то что мы приехали зимой да еще то есть в конце января еще целый целый февраль был зимы всегда были овощи вот я приял помню феврале зима снег там был такой легкий снег то есть тут зимой легкий снег не жил он есть возможно он тут выпадает потом потом тает я не знаю как тут еще ну вот я говорю вот как феврале я был легкий снег был такой там выпал ушел было тепло просто был ветер не было беда вот так то есть приходишь я приходил в магазин и всегда на полках были там фрукты овощи помидоры огурцы помидоры по 150 рублей я берем как сейчас помню 150 рублей килограмм зимой помидоры были ты берешь их и это помидор он такой прям твердый хороший это не жидкая какая-то там вата как в хабаровске сейчас вот мне говорили как он какие помидоры зимой там там жидкая какая-то фигня если вообще на есть если они вообще есть как бы они есть понятно сейчас тут наговорил они есть там помидоры но они все разные то есть и в основном если там хабаровске если они летом есть да то как бы летом больше выбора и больше недорогих вкусных помидоров до зимой это все уменьшается в разы вот а вот в ростове зимой я покупал помидоры по 150 рублей вкусные сладкие твердые помидоры такие хорошие пока вот ну вот хороший вот такие как которые какие в хабаровске летом то есть есть тут есть это и тут не стоит это 600 рублей за килограмм тут зимой вот даже вот сейчас зайдешь я читаю вот фрукты не ем дома я вообще-то зелень не ем на самом деле на мясо подсел мясо грибы яйца там рисов я люблю рис рис люблю гречку сейчас стал есть вот ну еще хочу сказать что наверное все люди возможно все люди тянутся к теплу да и понятно что здесь тепло это есть не не так как допустим в анталии или где-нибудь там сочи ну тут есть тепло и люди тянутся к теплу вот и я думаю самые главные плюс чтобы вам это нравилось и было желание что-то менять там переезжать и делать ростову ростову я ставлю плюс большой хороший современный город по российским меркам вот теплый хороший мне нравится я не пожалел что уехал это вот мое мнение ну теперь всем спасибо пока всех целую люблю и жду когда вы подпишитесь на мой канал целую